Всем привет! Это хорошее утро! Всем доброе утро, друзья! Это Нина Манчинская, это Игорь Шомс. Я здесь, а Нина здесь, если что, чтобы не перепутали. Друзья, всем-то завтракать, приятного аппетита! Всем, кто сейчас только проснулся, вам наиприятнейшего пробуждения. Будем радовать вас сегодня, как всегда, интересными историями и замечательными людьми. Мы продолжаем работать в таком домашнем формате, и все, потому что самоизоляция продолжается. Но в нашем крае добро на карантин не уходит. Именно поэтому очень многие артисты сейчас присоединяются к замечательной акции в поддержку подопечных, в фонда помощи детям «Край добра» и проводят абсолютно бесплатные онлайн-концерты в социальной сети Instagram. Между прочим, уже сегодня в 18.00 состоится очередной такой замечательный концерт. Да, певец Оржак Разуманян сегодня будет исполнять концерт, соответственно. Завтра у нас будет в 20.00 миссис Краснодар, вице-мисс России, певица Ника Попазова. Получается, послезавтра у нас уже будет 25.00 группа «Тихо-тихо» и уже 26.00 в 19.00 заслуженная артистка «Кубани» Ольга Никитина. Да, прямо сейчас в нашей студии появится человек, который уже успел подарить свое творчество всем желающим. Выступил в Instagram в прямом эфире. Зовут его Николай Дубинин, он сексофонист, очень калантливый, вы сейчас с ним познакомитесь. «Кубани» 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 «Слава! Николай!» «Спасибо!» «Напрашивается первый вопрос. Как дела у ваших соседей?» «Мы, кстати, привет передаем». «Соседи у меня очень хорошие, слава богу, они понимают. Но я тоже не злоупотребляю, так сказать, временем. Стараюсь это делать в такое время, когда никому не подсчитают». «Они, наверное, прикладываются к стене ухом и слушают, как вы исполняете там». «Да, иногда под окном стоят». «Ой, классно, Коль!» «Первый вопрос, конечно, как прошел благотворительный концерт, поддержка подопечных «Края добра». Это было в прямом эфире. И сколько по времени шел концерт?» «По времени концерт шел ровно час, насколько позволяет прямой эфир Инстаграма. Сам концерт прошел хорошо, выступления люди довольны. Были, конечно, небольшие проблемы со звуком, в плане Инстаграм немножко не справлялся, так сказать, с моим напором инструмента. Но в целом все было хорошо». «У вас уже на счету несколько карантинных так называемых концертов. Вы играли в жилых дворах еще жителей, которые сидят тоже, соответственно, на карантине. Как вам такой формат и отличается ли это от сцены?» «Да, это отличается от сцены. Это для меня был совершенно новый опыт и очень такой интересный, очень теплый. Для меня это был большой такой заряд тоже позитива. То есть я не только им дал, но и сам получил эту отдачу, позитив. И как бы мы провели этот концерт, и я думаю, очень многие остались довольными». «По восприятию, вот именно для вас, как для артиста, отличается эмоционально такое выступление от выступления на большой сцене, допустим, или в зале подготовленном?» «Да, отличается. Здесь потому что есть эффект неожиданности для слушателей. То есть в зале они идут подготовленным, то есть они знают, что они сейчас придут и будут слушать саксофониста. А здесь это все происходит экспромтом, совершенно неожиданно. И у людей такой шок, получается, первое время, потом как бы радуется. Ну вот в таком ключе. То есть да, это разное совершенно восприятие, но интересно и классно». «Николай, вы сейчас, как и многие, адаптировались к современным условиям, соответственно, и преподаете онлайн. Скажите, есть какие-то упражнения, которые могут подготовить человека к игре на саксофоне?» «Николай, нет саксофона, да. Могу какие-то упражнения делать?» «Да, да. Это основные базовые упражнения на дыхание. Они подходят как и духовым исполнителям на духовых инструментах, так же и вокалистам, тем, кто работает со своим дыханием. Это упражнение на постановку дыхания, правильное дыхание, чтобы было. Нужно иметь хорошую опору, получается, да. Как бы нам нужно брать дыхание диафрагменное, направленное вниз, то есть не зажатое в грудной клетке, а опору на живот, так сказать. Получается, мы дыхаем дыхание в живот, то есть, когда набираем, живот поднимается, но грудная клетка не поднимается, плечи не поднимаются. Получается, вот, нет, у вас, получается, поднимается, а надо, чтобы живот только... То есть вы можете перед зеркалом встать и наблюдать. Если вы дышите и ваши плечи поднимаются, значит, вы берете грудное дыхание. Если же ваши плечи не поднимаются, но только живот, а спирается, что называется, тогда вы берете грудальное дыхание, диафрагменное. И на нем можно дать хорошую опору, и это будет уже большой... Дети получатся, как дышим. Коль, очень интересно, вот, помимо вот этих вот упражнений, которые мы делаем, вообще, можно ли обучить человека дистанционно играть на саксофоне? Этот курс ваш, он рассчитан уже на продвинутых пользователей инструментом, либо на новичков тоже? Нет, конечно, на новичков он тоже распространяется, то есть мы можем с самых азов начинать, то есть я могу видео дистанционно корректировать, поправлять и направлять человека, чтобы он правильно занимался. То есть это важно, чтобы было зеркало, ну и также мое видеонаблюдение. И вот с этих азов начинать. А вот у меня вопрос такой, очень меркантильный. Вообще, я слышала, что саксофон, ну, да, это очень недешевый инструмент. Вот в среднем, если очень сильно хочется научиться играть на саксофоне, ну вот за сколько денег можно купить хоть какой-нибудь? Самый простой. Да, пусть будет самый простой. Ну, прям самый простой, я не знаю, по чем можно будет взять, но чтобы для начала, базовый такой инструмент ученический. Они где-то начинаются тысяч от 20-30 тысяч рублей, инструменты эти. Это может быть хороший тайваньский инструмент, либо бэушный. Если бэушный уже брать, то лучше из таких японских марок, как Ямаха. Вот новенький, вот тайваньский, вполне себе. У нас даже есть такой саксофонист Алексей Куликов. Он сейчас налаживает производство своих инструментов, и уже у нас здесь в крае будут собственные инструменты саксофоны. Соответственно, там будет тоже и денег для начинающих. Ничего себе, очень здорово. Круто, друзья. Ну, карантин, мы бэушные инструменты, особенно татуховые. Лучше не покупать, конечно. Николай, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ну, а мы передаем слово нашим талантливым и очень юным коллегам. Шутки. Устрое утро! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа